всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду жан-жак руссо как-то упомянул что когда одной французской принцессе сообщили что у крестьян нет хлеба она заявила ну пусть едят пирожные именно так эта фраза и звучит большинстве русскоязычных источников и на мой взгляд этот момент как нельзя лучше показывает насколько большинство переводчиков далеки от нарии пожалуй настолько же насколько я далек от балета в оригинале руссо звучат не пирожные а бриоши только человек который всю жизнь питался в какой-то придерживаться забегаловки может назвать бриошь пирожным приготовьте эти прекрасные булочки и вы со мной конечно согласитесь вот здесь у меня тесто которое я замесил вчера и отправил вызревать его в холодильник а примерно час-полтора наверное назад его достал смотрите процесс замеса мне понадобится мука масло сливочное соль молоко яйца дрожжи и сахар приготовление теста чрезвычайно просто и не требует никакой кухонной механизации начать следует с оживления дрожжей к сахару добавлю пару ложек муки без горки пару ложек молока комнатной температуры раскрашу дрожжи и перемешаю до однородности неважно какие дрожжи использовать сухие тоже потребуется также активировать если они хорошие живые то смесь запенится буквально через 5-10 минут а если через 20 минут у вас никакого там движения не видно то смело выбрасывайте все это в унитаз не переводить продукты откройте свежую пачку лучше я продолжу муку отправляется соль и перемешать теперь оставшееся молоко яйца смотрите какой досталось кровью и размягченное сливочное масло сюда же а после того как дрожжи активируются и их к муке надо добавить смотрите как все пышет жизнью отлично какая плотная пена к муке их все это надо перемешать до однородности тесто выглядит очень жидким как на оладьи не переживайте так и надо постарайтесь поработать вилкой или лопаткой так чтобы не было комочков нет конечно же если у вас есть какой-нибудь там ручной миксер то можно и им все смешать но я хочу показать что этот рецепт просто даже без такой техники вот такой результат мне и нужен и теперь надо оставить это тесто на полчаса при комнатной температуре чтобы дрожжи во всем объеме окончательно активизировались и конечно же накрыть пленкой чтобы поверхность не пересыхала за эти полчаса колония дрожжей окончательно освоит весь объем приложенному тесто и начнет активно работать в начале процесса тесто выглядит так но уже через полчаса если дрожжи хороши все преобразится вы увидите примерно вот такую разницу оптимальная температура хлебопекарных дрожжей 27 28 градусов именно при такой температуре дрожжи наиболее быстро наиболее активно развиваются наиболее быстро поднимают тесто но пекари всего мира очень давно уже заметили что быстро не всегда значит хорошо не всегда значит вкусно и существует огромное количество рецептов где процесс подъема сознательно замедляется то есть тесто помещают в холодную атмосферу и подъем происходит гораздо медленнее в не оптимальной для дрожжей температуре и брюши из их числа это тесто я сейчас отправлю в холодильник на 8 на 12 часов можно и на сутки вот так оно и было вчера теперь надо сформовать булочки тесто надо обмять и скатать в эдакий рулет но смотрите пока она очень очень липкая очень мягком чудо не тесто конечно у каждой муки своя степень влагопоглощение и сказать точно сколько вам муки на подсыпку понадобится никто не скажет но я по крайней мере точно поэтому подсыпайте понемногу и вымешивайте всего вместить понадобится сейчас минут 10 15 подсыпаем муки и дальше продолжаю сначала тесто будет липнуть по рукам очень сильно и к столу потом понемногу когда вы будете добавлять немножко муку и продолжать вот так вот вымешивать она начнет отклеиваться сначала от стола а потом от рук видите отлипает и не пересыпьте лишнего муки чем более влажное тесто тем лучше она подходит вот такое состояние уже очень хорошо так последняя портсайка наверно такой вот рулетик колбаса а теперь делим на части размер кусочков выбираем под размер ваших форм у меня они довольно маленькие так что кусочки тоже будут небольшими ну теперь скатать шарики форма надо смазать сливочным маслом и его количество в основном рецепте я не указал ну черт не знает сколько уйдет ну граммов 10 может 15 сообразите ну вот так каждую форму отлично а теперь формовка надо сказать что она довольно интересная сначала из шарика нужно изготовить эдакую кеглю ребром ладони вот так вот затем в более толстой половине кегли проделываю отверстие чтобы получить эдакий бублик а голову кегли запихиваю в центр бублика и получается вот эдакая штучка форму ее и то же самое проделаю с остальными шариками теперь накрываю полотенцем и отправляю на расстойку на 90 минут до на 90 за время формовки весь газ из булочек выдавили из будущих дайте время снова подойти и следите что на кухне было тепло и не было сквозняков сквозняки несмотря на полотенце очень быстро высушит поверхность булочек и ваши брюши получатся и близко не такими какими они должны получиться ну вот смотрите что значит правильно расстойка поверхность смазать лизоном это разболтанный желток ложечка молока и щепотка сахара он даст при выпечке такую красивую коричневую корочку в духовку температура 180 градусов время выпечки зависит от размера формы в общем и целом можно считать от 15 минут до получаса и воды на конечно плеснуть духовку чтобы увлажнить атмосферу если есть возможность включить верхний и нижний нагрев включайте а вот конвекцию не надо вообще что такое режим конвекции с чем его идет я рассказывал в отдельном ролике если интересно щелкать и посмотрите ждем готовым надо дать остыть из них лишняя влага уйдет и мягче станет еще более воздушным вот такие булки смотрите какое чудо да конечно это довольно сдобный хлеб но это и близко не пирожные можно его трескать на завтрак корочка такая хрустящая сам хлеб это очень удобный но близко еще не сладкий отличная вещь так как чаю вообще конечно к такому хорошо добавить варенье например вот такого это клубничная магазинные конечно и такого это у нас мелокотон мелокотон по испански это нас персик нет и персик или персик по моему персик не помню забыл представляете так с вареньем даже булка с вареньем это все равно не пирожные но очень вкусно чтобы во всех подробностях рассмотреть структуру мякиша надо его разрезать но смотрите какой готовьте в этом рецепте всех трудов это только длительные ожидания но если вы фрилансер и работаете дома то во время этого ожидания вы можете прекрасно поработать короче спасибо вам за компанию напоминаю что если вы хотите обзавестись нормальными острыми ножами которые к тому же можно точить и пользоваться каждый день как это делаю я то пользуйтесь промокодом фреско спасибо за компанию всем пока спасибо Продолжение следует...